В храм божий однажды пришли помолиться два человека. Один из них был фарисею, тот самый лучший человек еврейского народа, а другой был мытарь, то есть сборщик податей. Если хотите, в категориях Великой Отечественной войны это полицай. Это человек, который пошел на службу к захватчикам для того, чтобы ему пайка была пожирнее. Повторяю, что евреи не имели политической независимости, они были подримленными. Они собирались налоги, собирались своими налоги. И вот эти вот свои мытари, которые собирались со своих деньги на римскую казну, но и себя не забывали при этом, они считались самыми худшими людьми своего народа. То есть два человека зашли в церковь, фарисеи и мытари, если это перешифровать на нравственные категории, то есть зашли в храм два человека, самый лучший и самый худший. Самая большая гадина и самый сияющий праведник. Они пришли помолиться. Оба были верующие, атеистов не было. Должен вам сказать, что вот чего-чего у евреев не было, так это атеистов. Хотя в псалмах есть такие слова, что сказал безумный в сердце своем, нет Бога. Есть такие, несколько раз вспоминаю. То есть человек, который внутри сердца своем. То есть снаружи они, конечно, не могли не исполнять обрядов. Ребеночек родился, мальчик, нужно его обрезать в восьмой день. В субботу нужно в покое пребывать, там кушать нужно это, это кушать нельзя. Молиться нужно, обряды нужны. Но в сердце они могли, кто-то там веры мог не иметь. Таких людей пророк называет безумцами. То есть люди, не верующие в Бога, согласно псалтире, это люди неполного ума. Это без личного отношения к этому, это по псалтире. Потому что у нас как бы сейчас свобода полная, хочешь верь, хочешь не верь, ну и хорошо. Но Библия называет неверующих людей безумцами. Эти были два верующих. Один очень грешный, другой очень хороший. Зашли в храм помолиться, тот, который очень хороший, фарисей, он начал Бога благодарить и говорить такие слова. Боже, хвалу тебе воздаю, что я не такой, как прочие люди. Прочих людей он характеризует как хищники, неправедники, прелюбодеи. Такие три греха называют. То есть они жестокие, корыстные и развратные. Это такие самые распространенные грехи. Если мы сейчас начнем ругать чужие грехи, то мы скажем, люди стали какие-то злые. Правда? Злые люди кругом. Потом люди стали какими-то жадными, только про бабки думают. Ну и, конечно, люди какие-то развратные стали. Что мы еще скажем? Да и хватит, кажется. Этих трех характеристик вроде бы хватает, чтобы весь мир поругать. А он говорит, а я не такой. Он говорит, я тут хорошо, благодарю тебя больше, что я не такой, как другие. Другие это хищники, неправедники, прелюбодеи. И он увидал там этого мытаря и как бы нашел себе пищу. О, или как этот мытарь. То есть этого тоже он заключил в число всех остальных грешников. Потом он похвалился перед Богом, в чем он хороший. Он постится два раза в неделю. Нужно сказать, что евреи постились по-настоящему. То есть поститься, значит, ничего не есть. Поститься – это не поменять говяжью котлету, значит, на жареную рыбку. Это не пост. Это изменение пищевого рациона. Поститься, значит, ничего не есть. Как правило, постились до заката солнца. Когда солнышко садится, люди не ели, не пили до этого времени. Потом могли там выпить воды, погрызть сухарь, как бы. Это значит пост. Это на будущее. Если будем поститься, то вдруг у вас хватит силы, например, купить в магазине, скажем, миндальных орешков, движмени. Или изюма, например, пакетик какой-нибудь. И бутылку воды с собой. И вот на весь день до вечера. Это будет похоже на пост. Да, потому что если напхаться, например, гречневой кашей, например, или макароном, кастрюлю макароном съесть с чем-то постом, с помидорами, с помидоровым соусом, это будет мало похоже на пост, это будет смех такой. То есть Господь там смеется на небе над нами, потому что мы называем постом то, что постом не является. У евреев вообще постов, как в принципе, у них только один день в году нужно обязательно поститься. Один день в году. Великий день очищения, Йом-Кипур. Но фарисеи постились много. Они понимали, что пост нужен. А пост реально нужен. Когда человек постится, у него просветляются мысли. У него вдруг ему легче становится сделать то, что он раньше сделать не мог. Например, простить кого-то. Кстати, работы человек делает больше. Время поста. Организм перестраивается на какой-то другой энергетический уровень. И тебе меньше нужно, чтобы оставаться в активности. Спит легче человек во время поста. Мысли светлеют. Он как-то начинает только в великое благо. Фарисеи постились. Постились два дня в неделю. Постились в четверг и вторник. По нашему счету. В пятый и третий день недели. Потому что в четверг Моисей зашел на гору Синай. Однажды с Богом разговаривать. А во вторник сошел с горы Синай. Они чтили два этих дня. Четверг и вторник. Он говорит, я пощусь два раза в неделю. Десятину даю от всего, что у меня есть. То есть похвалился. А мытарь не имел добрых дел. Стоялся, бил в грудь. И Господь Иисус Христос сказал об этих людях. А мытарь говорит, Боже, милости, будем не грешнику. Христос сказал, что мытарь ушел из храма оправданным. Более, чем фарисей. Хотя фарисей был, в общем-то, человеком религиозным, верующим и активным. Но мытарь с покаянием своим оказался более оправданным. Мы это чтение читаем для того, чтобы не осуждать людей. Чтобы даже если у нас там за душой какие-то хорошие дела есть, мы кому-то помогаем, за кем-то ухаживаем. Мы что-то там то-то, то-то там тролливали. В общем, там еще и крестиком вышиваем, и собачек любим, и голубей кормим. В общем, мы хорошие люди. Но мы не должны никого осуждать. Потому что суд принадлежит Господу Богу. И считать себя лучше других нельзя. Но хочется. То есть человек в своем падшем греховном состоянии, он ощущает свою уникальность. Любой человек ощущает свою уникальность. К счастью, такое чувство есть у каждого человека. Он понимает, что такого к тебе больше нету. И, в общем-то, никогда не будет. И я представляю себе какую-то цаццу. Такую весьма великую. Это неплохое чувство. Главное, чтобы ты не считал, что все остальные – это дрянь. Что все остальные тоже цаццы. В общем, весьма великие. И нужно смиряться перед людьми и считать их хорошими. Знаете, как в современных кинематографах есть много таких... Такой фильм-катастрофа, например. Фильмы-катастрофы. Или фильмы апокалиптической тематики. Когда снимается что-нибудь такое, когда весь мир рухнул. И там обычно изображается, как кто-нибудь один выжил. Один какой-то там выжил. И он там грустно бродит по пустым городам. Или на мотоцикле ездит по пустым заправкам. Заходит в супермаркеты брошенный, берет себе какие-то чипсы. И скучает там один. Все померли, я остался. Люди так и думают. Мы себя, как правило, идентифицируем с главным героем. Когда показывают кино, мы переживаем главному герою. Его убивают нам страшно. Он влюбился, мы веселые. Он спасся в конце фильма, мы выдохнули. Мы идентифицируем себя с главным героем. Так вот, согласно фильму апокалиптической направленности, люди чувствуют себя примерно так. Все подохнут, я останусь. Что в корне неверно. Потому что может быть совершенно наоборот. Я умер, все остались. И вот в этом посту нам как бы дается такая мысль. То есть вооружится мысль у нас такая, что мы не знаем, как относится Господь к окружающим людям. В том смысле, что вполне возможно эти люди гораздо лучше нас. Причем все. И нужно иметь это в себе, как некий спасительный якорь. То есть нельзя считать кого-то хуже себя. Это прекрасный фактор внутреннего благородства. Это, если хотите, фундамент, на котором можно строить духовный дом. Потому что, если, например, я буду гордый человек, сильно гордый человек, буду мечтать о себе, что я прям, понимаешь ли, уху-ху, какой хороший человек, и начну там вот с этим сердечным состоянием поститься, молиться, трудиться, там что-то там такое, храмы строить, там, организовывать какие-то хорошие дела, то, будучи гордым в фундаменте своей личности человеком, я превращусь в чудовище. Если гордый человек начинает упражняться в духовных вещах, например, он читает псалтирь с утра до вечера, там, в храм часто ходит, но при этом он гордый и ничего с ним делать не хочет. Даже не хочет признаться в себе, что он гордый. Просто любит себя и думает, что все в порядке. То тогда все духовные подвиги превращают его в духовное чудовище. То есть духовные труды полезны человеку только при наличии смиренных помыслов. То есть когда у тебя в голове все смиренное такое, тихое такое, и ты никого не осуждаешь, и лучше других себя не считаешь. Это очень, казалось бы, банальная вещь, на самом деле очень тяжелая. Попробуйте внедрить в свое сердце эту простую мысль, чтобы она жила у вас в сердце, чтобы она там жила. Не здесь, не я там сказал, вы послушали и забыли, а чтобы она здесь жила, что люди все хорошие, люди все, страшно сказать, лучше меня. Я ничем не выделяюсь из людей. Может быть, даже наоборот, может быть, я хуже других людей. И если кто-нибудь достоин войти в рай, то я в последнюю очередь. Однажды был такой святой Антоний, такой Великий Антоний, такой Антоний Великий, так его называют. Он прожил в пустыне египетской очень долгие годы и был посвящен в самые глубокие Божии тайны. Это был земной ангел, по сути, уже почти не человек. И однажды, он уже был старый, этому старику однажды духом святым как-то на ухо было сказано, что Антоний, ты еще не взобрался в меру некого александрийского сапожника. И дух Божий повел его из пустыни на старых ногах в Александрию, город Великий. Он пришел, и духом Божиим был приведен в хижину какого-то сапожника. И говорит ему, Божий человек, скажи мне, чем ты угождаешь Господу? Тот перепугался, монах старый, говорит, ты меня перепутал, наверное, с кем-то. Ничего хорошего я не делаю. Говорит, нет, я заклинаю тебе Богом живым. Ты мне скажи, пожалуйста, что ты делаешь, чем ты Богу угождаешь. Я к тебе издалека пришел. И тогда этот сапожник говорит ему, да я просыпаюсь утром, сажусь работу свою делать, там какие-то тапки плести, там какие-то там кому-то туфли там или сапоги делать с кожей своей там этой вожусь. Смотрю по улице, люди ходят и думаю, вот хороший человек. И вот хороший человек. И вот хороший человек. Все люди Божии, все люди будут в раю. Один я грешник. И с такой мыслью я работаю. И с этой мыслью я заканчиваю работу и ложусь спать. И Антоний сказал ему, спасибо тебе, я понял. Понял, значит, на что смотрит Господь. Господь смотрит на смиренное сердце. На кого, говорит, воззрю? Только на смиренного сердца мы, на трепещущего словес моих. Вот эту мысль церковь нам заселяет в голову. Еще одно, хочу там уже закончить эту тему. Поэтому, когда мы говорим про двух людей, мы это увидим тоже потом еще дальше в притчах разных, то мы говорим, в принципе, про Каина и Авеля. То есть фарисеи и мытари, это, если хотите, некое подобие Каина и Авеля. Вот как будто нет на земле никого, только два человека. Представляете, какой кошмар? Вот когда на земле не было никого, только два человека, два брата родных. Они почему-то ссорились, один с другого убил. Они еще ни за что не спорили. У них не было женщины, которые бы они отвоевывали друг от друга. Я на ней женюсь, нет, я на ней женюсь. Ну, понятно, как бы, тот за кирпич, тот за палку, как бы и пошла. Значит, кровопролитная драка. Они не делили нефтевые котировки или какие-то скважины нефтяные. Они не за нефть дрались. Они не дрались за золото, они не дрались за верблюдов, за лошадей, за землю, за границы государства. Не было ничего, за что сегодня воюют. У них была непримиримая вражда на почве, мистической почве, на почве такого духовного антагонизма. Тебя принимает Бог, а меня не принимает Бог. А что ж такое? В чем дело? Почему ты лучше меня? Почему он считает, что ты лучше меня? Вот на этой почве, на почве абсолютно духовных проблем. Они схватились в драке, один другого убил. Каин из гордости, из духовной зависти. Вот когда нам, например, говорят там про войну. Будет война, там не будет война. Там тогда с тем война, с этим война. Мы говорим там, ну люди воюют там, ну за деньги, за власть, там за что. Ничего подобного. Войны были на земле всегда. Но в самой глубинной причине войн там нет ни денег, ни нефти, ни никеля, ни алмазов. Ни бензина, ни земли, ни государственных границ. Там существует духовное столкновение двух разных мировоззрений. Я прав. Нет, я прав. Ты должен жить, как я сказал. Я не буду так жить. Нет, будешь. Я тебя заставлю. Нет, не заставишь. А, не заставлю. И поехали. Там есть спор о духовных проблемах. Всегда. И сейчас, кстати, такое есть. Это можно заметить. Вы должны жить вот так. Мы так не хотим. Нет, так надо. Потому что мы поняли, что вот так надо. И мы уже так живем. А вы почему-то не хотите. А как? Вот так, 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 так. Вот это вот делайте. Да не хочу это делать. Я тебя заставлю. Я тебе не дамся. И поехали. Вот здесь война начинается. А потом уже там нефть, бензин, сало, портянки. Это все потом. Никогда не бывает войны за материальное. Война всегда за духовное. А уже потом выплывают уже наружу второстепенные материальные вещи. И когда ссорятся люди. Они ссорятся не потому, что ты погулял с собакой или не погулял с собакой. Ты разбросал носки по комнате или не разбросал носки по комнате. Ты доел яичницу или не доел яичницу. Ты ругал мою маму или не ругал мою маму. Это потом все выплывает уже как некие поводы. Говорит, ну повод ничтожен. А причина велика. Все столкновения людей происходят на каком-то духовно глубоком уровне. Говорит, я просто тебя ненавижу. Сам не знаю почему. А все остальное это уже потом. Носки, яичница, собака, теща. Вот Каин и Авель. Это вот такой портрет непримиримости такой человеческой, значит, из-за духовных причин. Фарисей и мытарь это тоже, если хотите, Каин и Авель. Потому что фарисею, если бы сказали, слушай, а ты не думаешь, что таких людей, как мытарь, нужно вообще убивать? Он сказал, думаю. Эти люди заражают землю. Они зря живут. Жить должны такие, как я. Такие, как он, жить не должны. Он безбожник, сволочь и предатель. А я праведник, милостивый и молитвенник и так далее. И вот здесь возникают все проблемы. Поэтому, если мы хотим не воевать, например, да, вот не хотим воевать, даже друг с другом, по соседству, например, на работе, по знакомству, по родне, мы должны культивировать в себе смиренный образ мысли. Не униженный и оскорбленный именно, а смиренный. Это самая главная основа общежития. Кстати говоря, вот, смотрите, представьте себе, что мы, я сегодня просто был на одном таком круглом столе, что ли, виртуальном таком. И там всякие взрослые люди пытались объяснять молодым людям какие-то духовные разные вещи. И в ходе беседы выплыла такая тема, что вот молодые люди уверены, что они продвинутые, потому что они рождаются с пальцем на кнопке. Они живут в мире гаджетов, в мире технически оснащенном, в мире компьютеризированном. Всего этого, конечно, не было ни у их бабушек, ни у прабабушек. И у них возникает мысль, как бы, ну мы, да, мы умные, цивилизованные, свободные, образованные, сытые, хорошие люди. А там какая-то дремучая тьма в прошлом у нас. А на самом деле все совсем не так, потому что техника вообще нас не меняет. Глубинные эти слои в человеке, они вообще остаются недвижимые. И человек сегодняшний, в принципе, абсолютно идентичен человеку 15-го века, 12-го века, 10-го века, 8-го века, 1-го века или там 15-го века до нашей эры. Абсолютно идентичен. Для того, чтобы инкультурироваться, к другой одежде привыкнуть, к другой еде привыкнуть, нужно будет пару недель. И ты абсолютно встроишься в это все. Так вот, представьте себе, что мы с вами летим, например, в огромном космическом корабле. Сложнейшая навигация, сложнейшие источники энергии. Мы летим куда Альфа-Центавра, например, со скоростью, приближающейся к скорости света. То есть техника на грани фантастики. Мы достигли уже почти всего. На солнечных батареях летаем, как молния. Но внутри космического корабля нам все равно придется строить отношения по Библии. То есть на телеге ты едешь или в космическом корабле летишь. А все равно внутри команды, которая летит вот в этом замкнутом пространстве, все равно будет свой Каин, свой Авель, свой Мытарь, свой Фарисей. Там будет ревность, зависть, гордость. Если там будет разного пола люди, там будет, я люблю ее, она любит другого, треугольники любовные. Там будет месть, подлость, предательство, драка по ножовщине, кровопролитие. Прямо там в корабле. То есть корабль будет сложный, сверхсложный. Полет будет далекий, кругом будут одни звезды. А внутри этой консервной банки, которая будет быстро лететь там куда-нибудь к Альфа-Центавре, будут все те же библейские страсти. Все тот же человек со своей жадностью, глупостью, гордостью, ограниченностью. Я должен быть командир. Почему ты командуешь кораблем? Нет, я командир, меня назначили. Нет, уходи, там назначили ты на земле, земля далеко. Теперь я буду... И все, поехали. Вот тебе Каин и Авель. Так что какая бы сложная техника нас ни окружала, куда бы далеко мы ни летели, мы все равно остаемся сами собой. И кроме вот как раз этих священных наук, этого святого Евангелия, этих библейских повествований, нас, в общем-то, никто и не возвращает к реальности. Никто не говорит нам, а как жить на самом деле. Ну ладно, телефоны есть. А что, может, новое по телефону говорим? Ну то же самое. То же самое, что мы говорили без телефона, мы говорим по телефону. Какая разница? Клевета, слухи, сплетни, болтовня, хихи, ха-ха, там, как дела, до свидания, здрасте, как бы, значит, там, алло, Иван Иванович, как бы, то, что без телефона, то есть с телефоном. Телефон ничего вообще не поменял. Что было на языке раньше, то на языке осталось и сегодня. Какая разница, куда ты это говоришь? Сразу в воздух или сначала в эту цацку? В общем, вот мытари фарисей говорить нам о том, чтобы мы, ну, не высоко думали о себе, скажем. Это, я говорю, не в смысле, как бы, унижаться, там, нужно, там, или как-то там что-то там из себя вытворять такое. Нет. Надо просто иметь в себе смиренную мысль о том, что люди хорошие, и нету людей, которые хуже меня. То есть что-то есть в них такое, за что Бог любит их тоже. И как-то они у него все взвешены, он всех их держит на руках и относится к ним одинаково. То есть такая вообще интересная вещь такая, что у Бога нет лицеприятия. Вот у каждого преподавателя в классе может быть любимчик, а может быть такой прям гадкий утенок, такой нелюбимчик такой. Заходит преподатель в класс, и он прям по опыту эту скажу. Заходишь, смотришь, одна душа, ой, здравствуй, здравствуй, там, Катенька, здравствуй, как твои дела? Смотришь, такой, садись и ты, Миша, садись, садись. И сейчас, моя бы воля, я бы этим Мишей бы дверь бы открыл, чтобы он больше не заходил бы в этот класс. А с Катей мне приятно пойти, там, может быть, там, Никаль, может быть, там, Павлик, там, или Степа, там, но вот Миша, ах, Миша, как бы. Короче, у нас лицеприятные отношения к окружающим. Ну, был бы я доктор, например, мне было бы приятно лечить богатых и молодых. Ну, конечно, женщин. Ну, а что, богатых миллионеров лечить, как бы, милое дело. А вот, ну, бедных стариков, например, точно бы не хотел бы лечить. Если бы у меня возникла нравственная проблема, а как мне научиться любить бедных стариков? Вот я доктор, я дал клятву Гиппократа. Я должен любить всех одинаково. Старик заболел, молодой заболел, богатый заболел, бедный заболел. Как бы, в принципе, до лампочки тебе, как врачу. Но ведь не до лампочки же. Позвонили, нужно идти, встал, пошел. А кто болеет? Потом спросишь. Неважно, кто болеет. Болеют, в тебе есть нужда, пошел. Это высокая нравственная планка. Кто об этом учит врачей? Разве для этого во врачи сегодня, например, идут люди? Когда человек идет во врачи, хочет получить врачебное образование, он разве думает о том, что он должен любить всех одинаково? Старых и молодых, бедных и богатых одинаково. И не спрашивать, кто болеет, а вскакивать от стола, не доевший суп. И бежать, пальто на ходу одевая, к больному, потому что он должен лечить человека без различия. Это негр, например, лежащий на помойке. Или это какой-нибудь Билл Гейтс, например, который от 100 долларовой бумажки прикуривает. Но этому уже надо учить человека. А как он сам по себе? Он этого делать не будет. Так вот, у нас есть лицеприятие и корысть во всех наших делах. Наши дела могут быть пропитаны корыстью. И этих люблю, к этим пойду. Этих не люблю, к ним никогда больше не пойду. Это наше... А у Бога этого нет. Это очень интересная вещь. Бог совершенно не лицеприятен. Он смотрит на тебя, на тебя, на тебя и на меня одинаковыми глазами. Это даже представить трудно. Потому что для него люди в сущности свои одинаковы. При том, что они все разные. Одни на скрипке играют, другой футбол любят. Но они одинаковые для него. Потому что он любит их не на уровне футбола и скрипки, а глубже, на уровне этой бессмертной души, этой сокровенного человека. Так что нам с вами нужно об этом думать. Обязательно. И нам и об этом говорится заранее. Чтобы наши подвиги духовные хоть что-то значили, надо иметь смиренную душу. Стремиться к тому, чтобы душа была не злобивой и не высокомерной. А дальше мы переходим к следующей неделе. Это ближайшее воскресенье будет. Это неделя о блудном сыне. Наверняка вы слышали все это уже не раз и не два. А чтобы легче вам это вспомнить было, вспомните сказку про Буратино. Алексея Толстого. Это сказка, это по сути притча о блудном сыне. Сюжет, который был просто одет в сказочную одежку. Там, помните, Буратино был такой, деревянный наглец такой, который был жуткий хам как бы с самого начала своего возникновения. Который там сверчка молотком кидался, значит, там, и папу своего там как бы, значит, ни в грош не ставил. И потом он вышел из своего родительского дома, где его любили все-таки, значит. Хотя там было бедно, но там его любили. А потом он попал в тяжелый мир, в котором никто его не любил, все им пользовались. Но он набрался ума по дороге и вернулся обратно. В ту же хижину, с которой вышел. И нашел там счастье. Нашел ключик, и дверца была прямо там, где он жил. То есть счастье, оно где-то вот здесь. Вот прямо где-то здесь оно. Оно не там, а здесь. Это вообще грандиозная вещь, на самом деле. Но эта сказка была бы грандиознее еще больше, если бы до этого это не сказано было в Евангелии. Потому что Толстой всего-навсего для детей рассказал притчу о блудном сыне. О том, как люди убегают из родительского дома. О том, как люди хамски ведут себя по отношению к тем, кто их воспитал, вскормил, одел, научил. О том, как люди думают о себе опять-таки больше, чем нужно думать. Как у них быстро все заканчивается, как они приходят в скудное состояние, а потом смиренно возвращаются обратно. И готовы прийти домой для того, чтобы получить по щекам пару пощечин. Но вместо этого почему-то встречает отец с распростертыми объятиями, обнимает этого, паганца этого, который вернулся. И покрывает его поцелуями, плачет о нем. От радости плачет. И одевает его в новую одежду, и все устраивает пир. Притча очень простая, небольшой кусочек текста, но она очень знаменательная. Там неких два брата было, и у них был отец. Мы всегда понимаем в притчах, что это иносказательные вещи, это переносный смысл имеет. В лице этого почтенного отца, о котором говорится очень мало, мы догадываемся, что Господь. А эти люди, эти два брата, это человечество. Чтобы описать все человечество, Богу нужно два человека. Чтобы описать все человечество, как плюс и минус, как шкала какая-нибудь, крайние величины, справа-слева. Вот ему нужен мытарь, фарисей, Каин, Авель. Два брата. Один ушел, другой остался. И некий молодой человек, младший брат, сказал своему отцу, что я хочу получить принадлежащую мне часть твоего имения. И отец дал ему ту часть, которую он должен был бы получить. Но обычно получают тогда, когда умрет завещатель. Если у нас есть, например, папа довольно богатый. Мы ждем, когда папа уйдет к праотцам, и когда душеприказчик зачитает нам нотариально заверенное завещание. Этому сыну вот это, этому сыну мельницу, этому сыну корову, этому сыну кота в сапогах. То есть только после смерти завещателя мы получаем то, что нам принадлежит. А этот ждать не хочет, молодой. Он хочет уже. В его понимании папа слишком долго живет. И он говорит, дай мне сейчас то, что мне принадлежит потом. Что означает на русском языке, лучше бы ты умер. То есть умри быстрее, короче. Когда умрут наши предки. Есть такая тема, например, у богатых. Какой-нибудь богатый отпрыск. Ждет, не дождется, когда помрет его, например, отец-миллионер. Потому что он станет наследником. А пока же он просто богатый мажорщик. А он хочет быть наследником империи, допустим. И он говорит, лучше бы ты умер. А поскольку речь идет о Боге в этой притче, о человеке в отношении с Богом, то возникает очень интересная вещь. В конце 19 века уже Фридрих Ницше произнес такую сакраментальную фразу, такую жуткую фразу, под знаком которой живет все человечество сегодня. Это может быть одна из самых страшных и могущественных фраз, которая определила движение человечества на долгие столетия вперед. Вот, по крайней мере, мы сейчас вполне определяемся этой фразой в искусстве, литературе, в международной политике, в быту, в самосознании. Бог умер. Фридрих Ницше столкнул такую фразу. Он сказал ее без веселья, без торжества. Он сказал ее с ужасом. Он сказал примерно так, говорит, Бог умер, и мы все его убили. Он ничего не придумывал. Он просто выразил некое самоощущение европейского человека, для которого к тому времени Бог перестал быть нужен. Люди поверили, что счастье нам. Люди же счастье хотят, в принципе. Главный мотив нашей деятельности – это я хочу счастья. Я могу не понимать, что это такое, но все равно я стремлюсь к счастью, когда смутно представляю себе его. И вот люди на каком-то этапе своей истории стали очень умные, очень организованные, очень сплоченные, очень технически грамотные и вооруженные. Они покорили природу. Они научились летать, плавать, воевать, стрелять, строить. Они вдруг поверили, что наука даст нам счастье. Наука даст нам золотой век. И что мы будем жить счастливо на земле, без всякого рая, без всякого Бога, без всяких заповедей. Люди в это поверили. В это поверили почти все, страшно сказать. И когда люди в это поверили, начались самые тяжелые катаклизмы человечества. Сразу после этого разразилась Первая мировая война, до которой таких бойней еще весь мир не видал. Потом чуть-чуть через промежуток Вторая мировая война. Потом эта наука пресловутая, которую мы придумали, начала нас жалить и язвить со всех сторон. Потом придумали мирный атом, параллельно придумали Хиросимус Нагасаки, потом Чернобыль Хряснул. Потом придумали разные лекарства, но из лабораторий выползает непонятные всякие штаммы непонятных болезней. И вот уже все на удаленке. Это все наука нас. Это все рукотворные кризисы. Которые, как в Федоре на горе. Помните Чуковского, когда ложки-поварешки прогневались на хозяйку и убегали от нее. Вроде бы это все мое, оно взяло и убежало. Вот наука убегает от человека и наказывает человека. И загаженная земля мстит человеку, потому что не хочет, чтобы человек продолжал ее загаживать. Короче, все такое. Так вот, Ницше сказал, Бог умер. Эта страшная фраза до сегодняшнего дня определяет всю историю человечества. Людей, для которых Бог не умер, их гораздо меньше, чем людей, для которых Бог умер. Вот прям как в притче. То есть, ну нет тебя. А раз нет тебя, значит, я буду жить, как я хочу. Я буду искать удовольствие. Я буду воспитывать свою гордыню. Я буду делать себе имя. Я буду делать то, что я хочу. Без оглядки на то, что ты сказал. Для меня тебя нет. Так живет очень много людей. И в нашей стране, и за ее пределами. На всех меридианах и континентах. И вот описывается в притче, что же было дальше. Полной силой, там, значит, нося в карманах все, что он, как бы, получил из числа своего наследства, юноша в припрыжку ушел из своего родительского дома. Дальше не нужно представлять себе, что было дальше. Это все очень понятно. Он очень быстро потратил это все. Зарабатывается годами, тратится в часы. Ты можешь пять лет отказывать себе в горячей пище, например, и каждую копейку совать в носок. Но потом, если ты, например, пойдешь в казино, и какой-то бес тебя раззадорит, например, там, выиграть. Ты спустишь там за пару часов все, что пять лет копил. То есть тратится очень быстро. Весь наш мир полон всякими такими ловушками, где за день можно потратить то, что всю жизнь зарабатывал. Все так придумано. Поэтому по части потратить, как бы, значит, это все понятно очень. К тому же у нас появляется очень много друзей, халявщиков, когда у нас есть деньги, как бы, шальные деньги. К тому же там есть всякий набор юношеских удовольствий. Когда, куда тебя девать молодому человеку, у которого много энергии, здоровья и полно денег. И он это все, как бы, всю программу реализовал. И дошел до великой бедности. Настолько великой бедности, что он прицепился к некому гражданину далекой страны, куда ушел, в котором мы подозреваем беса, какого-то падшего духа. Этот падший дух отвел его пасти свиней. На языке Библии это значит заниматься какой-то позорнейшей работой. Чем-то очень позорным. Но есть много позорных занятий в мире. И человек от нищеты и от стыда, он же вернуться не может, он же, по сути, совершил большую ошибку, он пасет свиней. Хочет поесть с ними из их корыта, но они ему даже этого не дают. И на какой-то этапе он приходит в себя и говорит возле этого корыта, говорит, что ж такое, в дому отца моего столько людей едят досыта. Причем чужих людей, наемников, наемных рабочих. А я погибаю от голода. И он сочиняет молитву. Знаете, как вот, например, кто ходил в церковь не раз и, например, исповедовался, тот наверняка знает эту проблему. Так думает, так, а что я на Исподи скажу? Что я скажу? Что я скажу? Сейчас надо придумать, вспомнить грехи свои, как я это скажу. И вот люди, как бедут в церковь, и сочиняют в голове текст. Сейчас скажу, я согрешил. Так, 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 так. Сочиняют себе молитву. Ну, наверняка, у многих вас, это вам знакомо. А что я скажу? И он как бы по дороге сочинил молитву, этот блудный сын. Он сказал, скажу отцу так. Отец, я согрешил перед небом и перед тобою. То есть перед некими вечными законами и перед тобой. Согрешил на небо и перед тобою. Недостоин называться сыном. То есть поступил не как сын. Прими меня, пожалуйста, как одного из наемных рабочих. Сочинив эту молитву, он пошел обратно к отцу. Готовый, в принципе, получить от ворот-поворот. Чтобы его выгнали с позором, потому что он виноват. Но отец, оказывается, ждет его. Дальше у нас получается откровение о Боге. То есть такого мы о Боге придумать просто вообще не можем. Вот не можем. О Боге можно придумать только очень простое что-нибудь. Как Давид пишет в псалмах. О, если бы ты сошел с небес, горы расплавились бы от лица твоего. То есть если ты придешь, силу твою покажешь, то земля восколеблется и горы задымятся. Потому что ты велик. Это можно представить. А вот то, что пишет притча о блудном сыне, представить невозможно. Мы такого Бога сами себе придумать не можем. Оказывается, этот старый отец ждет этого блудного порошивца. Издалека выглядывает его. Идет, не идет. И замечает его еще издали. И бежит к нему навстречу. А тут бежит к нему. И бежит и по дороге молится. Говорит те слова, которые он придумал заранее. Говорит, отец мой, я согрешил на небо и пред тобою. И не достойно называться сыном. И на этих словах нужно было еще закончить. Прими меня, как одного из наемников твоих. Но эти слова он не успел договорить. На словах, не достойно называться сыном. Отец обнимает его. И они заключенные обеют, значит плакать обои. Значит, отец принимает обратно сына. Никаких наемников он не хочет. Наемник у него и так есть. Он ждет сына, и сын вернулся. Это самое главное, что произошло. Все остальное отец не замечает. Да, он паршивец. Да, он преступник. Да, он дурак. Да, он все потратил. Ну, потратил, ладно, наживем еще. Но он вернулся. Вернулся сын. Это все должно быть внутри человека. Прочитано, как моя личная история. Потому что редко-редко кто-нибудь изначально, с детства и до старости живет под крылышком у Господа Бога и никуда не убегает. Как правило, у нас такая история Буратино. Мы куда-то убегаем, ходим, бродим, в стране дураков, ошиваемся. Нас там грабят, бьют, и мы возвращаемся обратно. И вот то, что отец обнимает сына и принимает его обратно, это моя история и ваша история. С той разницей, что кто-то ее чувствует сильно, кто-то не сильно, а кто-то пока еще не чувствует. Отец принимает сына. И устраивает пир, значит, ему приносят новую одежду, пеструю, как когда-то Иосиф носил пеструю одежду, любимый сын Якова. Одевают ему сапоги на ноги, очень знаменательная вещь, потому что наш враг, враг наш, ползает по земле. Змей зовут его, и он по земле ползает и кусает нас в пятку. Как было сказано в раю, змей, когда соблазнил жену, то Господь сказал змею, «Вражду положу между тобой и между женой, между семенем твоим и семенем ее. Ты будешь жалить его в пятку, в пятку будешь кусать его, а он будет бить тебя в голову». Такие таинственные, такие мистические слова, первое Евангелие так называемое. Так вот, дает отец сапоги на ноги, чтобы мы не боялись змею, чтобы змея нас не укусила. Перстень на руку дает ему знак некого достоинства, накрывается стол, теленок упитанный, еда, питье, веселье, радость. Вроде бы и все, но правда там не все, там еще есть некий старший сын, который никогда от отца не уходил. И он обиделся. Пришел к отцу и говорит, слушай, я никогда от тебя не уходил, всегда на тебя работаю. И ты мне никогда ничего не дал, даже козленка не дал, чтобы я там с друзьями повеселился. А этот твой сын, он даже не называет его братом, говорит, этот сын твой проел, пропил с любодейцами все твои деньги, вернулся, и ты устроил ему целый пир. Ну что такое? И здесь мы еще встречаемся с одной великой тайной. То есть то, что мы узнаем о Боге из этой притчи. Конечно, первое самое удивительное, это то, что Господь таки ждет и любит, выглядывает, восматривает и хочет, чтобы мы вернулись к нему. А второе удивительное, то, что у Бога нет справедливости. Что милость Божия совершает такие дела, которые на языке человеческого называются несправедливостью. Это несправедливо. Справедливость – это когда к каждому по труду. Ты трудился больше, тебе значит больше. Трудился меньше, тебе меньше. Это справедливо. Если ты трудился час, а ты трудился пять часов и дали вам одинаково, это несправедливо. Но Бог, он такой, оказывается, что идея земной справедливости над собой имеет более высокую идею. Идею божественного милосердия. Допустим, я хожу в церковь, например, там уже 35 лет, условно говоря, из которых там уже 29 лет служу в церкви. Там иногда не выхожу просто из нее. А вы пришли, например, вчера. И вас отец обнял, и вы почувствовали. Вот вы почувствуете, что вы пришли домой. Кстати говоря, самоощущение человека, пришедшего на покаяние к Богу, оно в полной мере тождественно чувству человека, который вернулся домой. Вот если у вас будет это, или было уже, если было уже, вы скажете, да, аминь, так оно и есть. А если это только впереди, то если будет, то тогда вы скажете, аминь, точно. А как сказали, так и есть. Когда человек по этим дорожкам, этим хитрым, там по неведомым дорожкам среди незнаемых зверей, значит, он бродит в этом чудесном лесу под названием «Жизнь». Потом, когда он придет домой, в церковь, в смысле, придет по-настоящему, с покаянием, с любовью, получит благодать Божию, то у него чувство вот именно такое, что я, как нашкодивший, ободравший ноги, как бы, значит, и сплакавший глаза ребенок, вернулся домой. То есть здесь мой дом. Знаете, как дома ты себя чувствуешь? У немца есть пословица «дома» – это дома, а «запечка» и «дома» – это дважды дома. То есть ты, ты как ключ в замок зашел, как бы, знаете, когда каждый зубчик, каждая зазубринка, как бы, на своем месте, как бы, вот мое место, вот это мое место, здесь меня любят и здесь нужен, меня здесь ждут, меня отсюда не выгонят. Вот я, конечно, желаю, чтобы это все люди земли почувствовали. Все люди земли, буквально, потому что Евангелие обращено ко всем людям земли. И вот представьте себе, что вы пришли вчера, или там три дня назад, или там месяц назад в церковь, и вот эти слезы у вас были, и эта радость была, и это чувство, что грехи ваши простили вам, что нету грехов. Простил Бог грехи, нету их больше, и любит Бог вас, и вы любите его. И вот, допустим, он или я, там, скажем, который там 35 лет там в церкви, и вы, которые три дня в церкви, они ничем не отличаются. И у меня нет права сказать, что такое? Почему столько любви вот этому человеку, слушай, я тут, понимаешь, 30 лет здесь тут маячу, мне нужно в 30 раз больше. Нет. Он скажет, сынок, тебя люблю, я его люблю. Надо было радоваться, брат твой пришел, погибал и нашелся. Так что Евангелие, то есть есть справедливость, а есть милость. Милость больше справедливости. Гораздо больше. И на земле, конечно, мы хотим справедливости, справедливого наказания, справедливого вознаграждения. Это совершенно естественно, но только для земли. А Господь богаче этого, поэтому далеко не все на земле увенчивается справедливостью. Есть грехи, которые на земле остались ненаказанными. Наказание будет там. Есть добрые дела, которые на земле остались невознагражденными. Награда будет там. То есть земля – это вообще не есть такая арена окончательной справедливости. Мы хотим ее, но мы при этом понимаем, что до конца достичь ее мы не можем. А милость Божия выше всего этого. И вот старший сын говорит, ну, папа, ну что за дела? Пришел сын твой, как бы, и ты радуешься, а мне? И он говорит ему, надо было радоваться, говорит сынок, все мое твое. И все твое мое, но нужно было радоваться, что брат твой погибал и нашелся. Умер и ожил, погибал и нашелся. Кто этот брат такой? Ну, это, по-простому говоря, это вообще-то все люди, которые имеют длительный опыт церковной жизни. Которые работают Богу день и ночь, которые молятся, там, что-то делают, знают заповеди, от Господа не отрекаются. Но при этом считают, что они достойны чего-то. Ну, это продолжение притча Амитарии фарисеи. То есть такое фарисейство такое, все-таки оно присутствует. Исторически, мне кажется, это очень похоже на еврейский народ. Что еврейский народ раньше всех узнал Бога истинного. Раньше всех. Мы по деревьям лазили, а они уже Бога знали. Мы еще там обгладывали берцовую кость своего соперника, значит, у горячего костра, значит, а они уже Бога знали. Мы еще там упражнялись в этих самых, в кровосмешениях, полигамии, значит, там, всяких там, в безобразиях разных, идолопоклонствах разных. А они уже Бога знали. Они раньше всех все знали. И поэтому им тяжелее всех живется. Потому что кому много донос, того много взыщется. Им тяжелее всех реально живется, значит, об этом тоже можно отдельно, длинно поговорить. Потому что они больше всех знают. И им больше всех это вверено. И у них есть некая обида историческая. Потому что исторически мы с вами, ну, на 2-3-4 тысячи лет позже, чем они узнали, что вообще Бог есть. И что есть законы милосердия, что есть законы покаяния, что Всевышний любит молитву, что Всевышний ищет чистого сердца. Что есть другая жизнь, в которой совершится воздаяние за земную жизнь. То есть мы это узнали очень недавно. А некоторые до сих пор этого не знают. А они узнали это все очень давно. И у них есть некоторая такая обида историческая. Говорит, а почему это вот эти вот все язычники, эти Гоим, эти народы, которых много, ну, и мы в том числе. Почему они сегодня как бы так особенно любимы тобою, Боже? А мы? Мы же давно тебя знаем. Мы же твои люди. Мы же раньше всех тебя узнали. А он им говорит, говорит, все твое мое, все мое твое. Только надо радоваться, что другие приходят к церкви. Представьте себе ситуацию, при которой весь Китай станет православным. А к нему еще подтянется вся Африка. Вся Африка, весь Китай будет православными странами. Континентами такими. И в России-то православных там 3%. И они, а не мы, как бы вдруг станут таким сильным, могучим таким человечеством. Той частью человечества, которая вообще богата верою, чудесами, святостью, праведностью. У нас возникнет зависть. Скажите, что это? Кто? Они, что ли? Что они? Мы. Это же мы уже тут, понимаешь, тысячу лет как крещеные и всякое такое. А может быть так, что все может в истории поменяться в неожиданную сторону. И мы, наверное, будем обижаться, как обижался старший брат. Так что притча говорит каждому человеку о том, что, слушай, вернись к отцу. Вернись к отцу, хватит свиней пасти. Вернись к отцу. Ну и говорит нам, что если мы давно с отцом, а кто-то пришел только что сегодня, и отец как бы к нему все внимание уделяет, не завидуйте, так надо. Это правильно, это хорошо. Что история мира имеет только одну цель, дорогие братья и сестры. Люди должны дорастать, доходить до понимания смысла, до покаяния перед Богом, до приближения к Богу, до того, чтобы стать способными вселиться в иную жизнь. В светлую и настоящую подлинную жизнь. В отличие от этого тамбура, в котором мы сейчас все скопились, в котором мы только готовимся к будущей жизни. Цель в том, чтобы люди пришли в веру, исправились и осветились. И стали способны жить вечно. В этом смысл жизни. Остального смысла я не вижу. Честно говоря, и вы не видите, если серьезно поискать. Но не в том же смысл жизни, чтобы с заводских подмостков сошла новая модель машины. Нет, не в этом. И не в том же жизнь, например, чтобы две недели зимой, две недели летом жариться на пляже. Тоже не в этом. Хорошее занятие, кстати, но это не смысл жизни. Смысл жизни, он великий. Он в том, чтобы люди узнавали Господа. И чтобы Господь не отворачивался от людей. И чтобы мы начинали жить свято, чисто и благодатно. И об этом говорит притча о блудном сыне. То есть вернитесь, дети, вернитесь, короче. А там в следующей неделе страшный суд. Такой страшный суд. Кстати говоря, словосочетания страшный суд в Библии нет. Вот, по крайней мере, в Евангелии суд не называется страшным. Мы называем его страшным. Потому что если вдруг, как там поэт один писал 19 века о Пухтин, говорит, все внезапно озарится, что казалось темно. Встрепенется, пробудится совесть, спавшая давно. И когда оно укажет на земное бытие, что же он скажет? Что он скажет в оправдании свое? Поэтому мы называем суд страшным. Честно говоря, любой суд немножко страшный. Даже если вы какое-то банальное, не опасное, не смертельное ДТП там с вами случилось. Кто-то потер вашу машину, кому-то помяли вы машину. И это решается, например, судом почему-то. Гражданским каким-то. То даже вот такие повестки в суд принимать не очень приятно. В суд никогда идти неприятно. Хоть бы это были плевые вопросы какие-то имущественные, по согласованию сторон договорились, пожали руки. Это гораздо лучше, чем ходить по судам. Суд это что-то такое страшное, по-настоящему страшное. В слове суд есть что-то такое не от земли. Что-то такое от неба. Какой-то намек такой. И чем выше, там уже уголовный суд, там еще страшнее. Там уже тебя могут законопатить в тюрьму на всю жизнь. Или посадить на элитрический стул, если ты живешь в бастионе демократии. А конституционный суд, если вы видели, они вообще одевают на кисти какие-то мантии. Какие-то там у них какие-то цепи золотые, какие-то штуки какие-то висят. Но не крест, правда, нет. Они прямо как епископы какие-то. Какие-то пурпуровые мантии, с какими-то железяками, какими-то нагрудными знаками. Там их 12 человек, они при этом важно ходят. И там рассказывают какие-то такие высокие вещи. Думаешь, как это все страшно. Суд. Суд. Кстати, мы немножко по врачам прошлись. Ну, с любовью. Врачи-герои, это мы знаем. Но вот мы сказали, что нужно лечить одинаково всех. Это задача. Суд это тоже божественное установление. В Библии там прям суд Божий. Поэтому судья, например, не должен брать подарков. Там прям сто раз запрещает. Подарков не бери. Потому что подарки извращают сердце правого. Подарки способны затмить глаза даже самому справедливому человеку. Не суди по слуху уха. То есть по слуху толпы. По навету. По сплетням. Суди по правде. Разбирайся в делах, допустим. Не обижай нищего в суде. И не спеши оправдывать бедняка. Потому что бедняки тоже бывают неправы. Там есть целый такой прям набор законодательств. Про суд. Что суд это очень важная вещь. И вот эта неделя о страшном суде нам возвещает то, что Сын Человеческий сядет во время Оона в некий Великий День. Это будет, собственно, называется День Суда. В Великий День Суда Сын Человеческий, то есть Христос, Иисус Господь, сядет на престоле славы и соберутся все святые ангелы с Ним. Ознаменован будет суд воскрешением людей. То есть для того, чтобы судить людей, нужно, чтобы все были вместе. Чтобы все собрались. Как в еврейском анекдоте. Арончик пришел, говорит, нет, Арончик еще там принимает товар на базе. Ну так пусть придет, мы его ждем, мы без него не можем начать. Каждый Арончик, каждый Сема, каждый Вася должны прийти собрать. Если этого не будет, тогда не будет божественной справедливости. На страшном суде должны стоять все. От Адама до последнего человека. Все без исключения. Если нет, тогда нет божественной справедливости. Тогда мы можем с Богом спорить. Но божественная справедливость заключается именно в том, чтобы все люди, жившие на земле, которым было дано это тяжелое счастье быть человеком, чтобы они все явились пред лицо Божие. И выслушали божественный приговор. В этом смысле все люди одинаковые. В этом смысле все люди одинаковые. Вот, например, есть такая идея прогресса. Мы частично ее коснулись, когда мы говорили, что вот молодежь думает, что раз у нас есть гаджеты, а у моей бабушки гаджета нету, значит, значит, нам живется лучше, и мы умнее. Дескать, там вот у нас есть вот машины-самолеты, как бы, значит, такой интернет и там права человека, как бы, а у вас там были сталинские лагеря, как бы, и там блокада Ленинграда. Значит, на самом деле прогресса нет. В самых важных вещах прогресс в принципе отсутствует. И сама идея прогресса аморально. Потому что прогресс предполагает, что предыдущие поколения были хуже и стали всего лишь подножкой для поднятия вверх следующих поколений. А эти поколения, в свою очередь, с точки зрения прогресса, тоже всего-навсего гумус, на котором вырастает следующее поколение, которому будет еще лучше. А следующее поколение, которому будет еще лучше, оно тоже становится на плечи этому поколению и поднимается еще выше. И получается, что с точки зрения прогресса, получается совершенно аморальная идея. Каждое предыдущее поколение хуже последующего с точки зрения прогресса. Люди, жившие в 20 веке, хуже, беднее, глупее, чем люди 21 века. Люди 19 века хуже, беднее и глупее, чем люди 20 века. Люди 5 века, конечно, хуже, беднее и глупее, чем люди 18 века. Это абсолютно аморальная идея. Абсолютно аморальная, потому что люди все одинаковые. Человек, который на коннике скачет, или человек, который на телеге едет, повторяю, он абсолютно идентичен человеку, летящему в космическом корабле. И тот, и тот человек. Им обоим придется стоять на одном и том же Божьем суде. Вот это и есть божественная справедливость. Вчера одним глазом смотрел кино. Не досмотрел, потому что оказался с грязноцой такой сюжетик. Дальше было неинтересно. И там в начале фильма женщина, преподавательница некой средней школы, обычной школы в Лондоне, в Англии. Такая злая старуха, которая уже такая училка такая, старая училка такая, которую боятся дети, которая никого не любит, но хорошо преподает. Такие есть преподавательницы. Она такая смотрит в окно, как в школьном дворе дерутся, футбол играют ученики. И она так размышляет, и там озвучиваются ее размышления. Она говорит, да, еще лет 15-20 назад у этих сопляков, в смысле учеников, мы отнимали сигареты и эротические журналы. Сегодня мы у этих сопляков отнимаем ножи и наркотики. И это называется прогрессом. Так что, ну это я просто вспомнил такую иллюстрацию, но так оно и есть. Так что прогресса нет. И сама идея прогресса аморальна. Моя бабушка не хуже меня, это уж точно. А бабушка моей бабушки, она вообще лучше всех нас. Это были люди интересные, которые работали как галерники, как бы и терпели им. Петь зато умели. Они работали и пели, у них была радость в жизни. Детей кучу рожали без всяких памперсов. И как-то выжили, слушайте. Вот это были люди интересные. А что сейчас? Скажи-ка, дядя, как там? Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя. Богатыри не вы. И вот Господь должен судить всех людей. И тех, которые имеют высшее образование, и тех, которые читать не умеют. И те, которые жили до потопа, и те, которые живут сегодня. Он будет судить всех людей. И Он сядет на престоле славы, и соберутся перед Нем все народы, все языки. Есть другие книги апокалиптические, например, книга Даниила, которая описывает, что перед неким престолом, на котором сидит ветхие днями, будет течь огненная река. Она будет неким разделением между судьей и подсудимыми. Возможно, она будет утаскивать кого-то с собой, Господи помилуй. Будут разгнуты некие книги. И люди будут судимы по написанному в книгах. Эта тема тоже такая очень глубокая. Но вот в Евангелии о страшном суде говорится, что Сын Божий сядет на престоле славы, и ангелы святые с ним соберутся, и люди будут судимы по делу. И Он разделит людей на две части. Как пастух отделяет овец от козлов. И обратится с какой-то небольшой речью к тем, кто справа и к тем, кто слева. Речь очень простая. С права находящимся Он скажет. В общем, заметьте, мы уже заранее знаем, что Он скажет. Тоже интересно. То есть мы уже знаем, что Он скажет. Потому что обычно, когда суд удаляется на совещание, подсудимый в клетке сидит, ожидает суда. Суд возвращается, и подсудимый не знает, что Ему скажут. И то, что Ему скажут, будет для него абсолютной новостью. Отпускают его или наказывают, сильно или не сильно, это все будет новостью для него. А мы сегодня уже знаем, что нам скажут. И вот находящимся справа судья скажет. Придите, благословенные Отца Моего. Наследуйте царство, приготовленное вам от сложения мира. То есть существует некое царство, которое уже приготовлено. Которое предназначено для праведников. И дальше объясняется, почему это царство будет их царством. Почему туда войдут. Перечисляются несколько очень простых, добрых дел. Я был голодный, и вы накормили меня. Я хотел пить, и вы напоили меня. Жаждал, вы напоили меня. Я был бездомный, и вы ввели меня в дом. Я был в больнице, вы пришли ко мне. Я был в темнице. Вы посетили меня, я был раздет, вы одели меня. Там шесть дел перечисляется. И праведники, знаете, как это интересно. Смиренный, он никогда не знает, что он смиренный. То есть смиренный человек никогда не скажет, я смиренный. И скромный человек никогда не скажет, я очень скромный. Это высшая наглость, когда человек сам себя называет скромным. Понимаете? О себе вообще нельзя ничего с уверенностью сказать. Вот если Бог скажет, что ты кроткий человек, и ты смелый человек, ты хороший человек, это будет хорошо. А сам про себя что он может сказать? Я бы хотел быть скромным, но насколько это получается, не знаю. Поэтому праведники будут удивлены. На этом великом суде, когда Господь скажет, заходите, благословенные, в царство, которое для вас приготовлено, они скажут, Господи, а когда же мы тебя видели раздетого, голодного, жаждущего, в тюрьме, в больнице, бездомного, когда это все было, Он скажет им, что все, что вы сделали одному из меньших сих, то есть братьев моих, это вы мне сделали. То есть, по сути, как бы нам дается ключик от райских дверей. Поскольку Господь Иисус Христос стал человеком, Он непреложного человечился, Он родился от Марии Девы и стал человеком, то все, что мы делаем человеку, Иисус Христос может принимать это, как сделанное Ему лично. То есть, например, человека неправедно осудили, его ждет какой-то гражданский позор, лишение имущества, а может быть тюрьма. И вдруг какой-то адвокат вступился за этого несправедливо обиженного человека, и несколько месяцев только о нем одном и думал, и защитил его в суде. Это спасет его на страшном суде. Господь скажет ему, доброму адвокату, скажет, ты меня спас от тюрьмы. Меня. Он говорит, да я не тебя спасал, я спасал этого самого, Арутюнянца, значит, Артура Ашотовича. Он говорит, то, что ты сделал ему, это ты сделал мне. И так во всем. Вот теперь стоит как бы спросить, ну часто ли мы кормили голодных, одевали раздетых, часто ли мы ходили к тем, кто лежит в больнице или в тюрьме, и помогали ли мы найти крышу над головой, тому, кто этой крыши лишен, или приводя их к себе в дом, или оплачивая им хостел, или как-то еще. То есть палитра возможностей широчайшая. Очень широкая палитра возможностей сделать добро человеку. И называются самые простые вещи. Кормить, поить, одеть. Причем прийти просто. Не говорится там, ты избавил меня от тюрьмы, это очень велико. Говорит, ты просто пришел ко мне. Или там, ты исцелил меня, это очень велико. Говорит, ты просто пришел, ты посетил меня в больнице. Всего-то навсего. Так что вот эти шесть штук, эти шесть таких статей будут произнесены. Праведники будут искренне удивляться, хотя все, что мы делаем ближним, мы должны понимать, что мы делаем самому Христу. Ему делаем. Ну и потом взор Сына Человеческого обратится на противоположную сторону. И Он скажет, отойдите от Меня, проклятые. Сразу скажем, что лучше бы нам этого не слыхать. В тот день. Потому что это будет, конечно, невыносимо. Отойдите от Меня, проклятые. Если там, говорит, придите, благословенные, а там отойдите, проклятые. Собственно, два слова и сказано. Придите, отойдите. Вот тебе и страшный суд. Там было сказано, придите ко Мне, благословенные, наследуйте царство, приготовленное для вас с самого начала, от сложения мира. А этим будет сказано, отойдите от Меня, проклятые, огонь вечный, приготовленный дьяволу и ангелом его. И будет пояснено, почему. Господь скажет, что я был голодный, вы не накормили Меня. Я хотел пить, вы не дали Мне воды. Я был раздет, вы меня не одели. Я был бездомный, вы не ввели Меня в дом. Я был в больнице, вы не пришли ко Мне. Я был в тюрьме, вы не посетили Меня. Все. Эти, конечно, скажут, слушай, а когда мы тебя видели больным, раздетым, да если бы я знал, что это ты, я бы тебе помог. Ну, реально, если бы я знал, что это ты, вот там, скажет, лежит какой-то бомб, что там под забором. Говорю, да и пусть лежит себе. Я что, за него отвечаю, что ли? Сам виноват, пусть лежит. Кто скажет, а там Христос лежит. Ох, ничего себе, Христос лежит. Надо посмотреть, в чем дело. Может, помогу. Как раз, может быть, мне все грехи простятся. И я тебе скажу, мы когда тебя видели больным, таким-сяким, но говорит, то, что вы не сделали одному из меньших сих, это мне не сделали. И идут сии в муку вечную, праведницы же в жизнь вечную. Этим заканчивается Евангелие Страшного Суда. И здесь, друзья мои, тоже есть такое некое откровение. Ну, здесь просто каскад откровений. Во-первых, заметьте себе, что в нашем сознании присутствует такая мысль. Наказывать нужно грешников. А грешниками являются люди, которые активно совершают злые дела. Правильно? То есть тот, кто распространяет наркотики, посягает на чужую честь, угрожает жизни человеческой, грабит бюджет, не знаю, там, совершает какие-то там... Ну, активно делает зло. Этих людей нужно наказывать. В данном случае, в Евангелии о Страшном Суде, мы не находим среди осужденных, проклятых даже, не находим ни одного человека, который бы там варил наркотик, там, широкую какую-нибудь, или там распространял детскую порнографию. Таких страшных вещей там просто не называется. Они вообще ничего плохого не сделали. Они просто не сделали ничего хорошего. И это революционная мысль. Оказывается, для того, чтобы попасть в число проклятых и оказаться в аду, не нужно делать грехов. Если бы он сказал, например, Господь, отойдите от меня, проклятые, потому что вы наводнили мир порнографической продукцией. Вы растлили маленьких детей. Вы подсадили на иглу, на стакан, там, на экстази миллионы молодых людей. Вы развалили чужие семьи. Вы научили людей менять пол. Вы внушили людям, что аборт – это не грех, что это не человек, а кусок мяса. Вырви его и живи дальше. Вы издевались в кюрьме над заключенными. Вы то, вы это. Мало ли можно грехов перечислить. Да кучу. Там, какой-нибудь журналисту скажешь, ты лгал людям каждый день. Твоя работа была лгать. Какую-нибудь политику скажешь, ты лгал людям еще бы. Мало ли, что лгал, ты еще и ограбил полстраны. Ну и так далее. И ничего этого мы тут не видим. Потому что, оказывается, чтобы оказаться в аду, Господи, помилуй, не нужно делать ничего плохого. Нужно просто не делать ничего хорошего. Это революционная мысль. Это означает, что человек, который не делает ничего хорошего, он априори, так сказать, можно догадываться, что он будет делать что плохое. Человек – существо деятельное. Он просто ничего не делать не может. Самое тяжелое занятие человека – это ничего не делать. Попробуйте сесть, например, в течение двух часов просто сидеть. До вас кондратьей хватит. Вы начнете вскочить, начнете бегать по комнате. Хоть что-нибудь надо делать. Ну, хоть что-нибудь. Еще раз посуду помою, хоть она чистая. Ну, там, ну, можно ногти накрасить. Можно в ванне скупаться. Можно книжку почитать. Можно, ну, что-то, что-то надо делать. Просто вот ничего не делать мы не можем. Мы не можем. Даже в больнице ляжешь, встать не можешь. Будешь кроссворды решать. Будешь смотреть на ток-шоу Малахова. Кто там кому изменил, от кого родила соседка, значит. То есть тебе надо чем-то заняться. Как бы ты глазам, голове, уму. Поговорить с кем-то захочешь. Вот сядь молча, ничего не делай. Это каторга. Мы не можем. Если можем, то мы молодцы. Потому что это великое дело вообще. Сесть молча, ни с кем не говорить. И не двигаться. Насколько тебе хватит. Если ты можешь так, значит, тебе есть о чем думать. Ты просто молча думаешь о чем-то важном. Тебе никто не нужен. Это будет большая похвала человеку. Но большинство людей так не могут. Человек постоянно чем-то занимается. И если он не занимается ничем хорошим, он по необходимости будет заниматься чем-то плохим. Поэтому, когда, допустим, наркоторговец будет на страшном суде стоять, он больше всех вместе с Богом одновременно будет понимать, что да нет у меня места в раю. Вот люди, которых я уничтожил. Вот люди, кровь которых я выпил. Я всю жизнь ел смерть. Я им продавал дозы и покупал на эти деньги машины, квартиры, какие-то украшения для любого. Это, по сути, смерть людей, которые съели то, что я им предложил. Какой рай? В какой рай мне можно войти? Конечно, ни в какой. Но он не услышит об этом. Ему не скажет Господь. Он скажет, ты ничего доброго не сделал. С грехами там и так все понятно. Это очень интересная мысль. Потому что, когда мне, например, у меня же тоже есть совесть. И когда я думаю, куда я пойду, туда или сюда, то я думаю, как обычный человек. Да я же ничего плохого не сделал. Ну, правда? Допустим, я вот вам скажу или вы мне скажете, ну, подожди, ну, получишь ты у того, кто все знает. Да за что я получу? Я же ничего плохого не сделал. И вот это как раз ничего плохого не сделал, но не работает. Это не важно вообще, что плохое ты сделал. А что хорошее ты сделал? То есть проверяться будет хорошее. И отсутствие хорошего – это очень плохо. Поэтому, как бы, ну, вдруг выслушав об этом, как бы, хочется прям куда-то вскочить и побежать куда-то накормить. Прям сегодня. Хочется пойти, подойти к своему родному шкафу, там, открыть его. В этом шкафу лежит куча вещей, которые никогда не одевал, я уже лет пять не одевал, еще лет пять не одену. Не надену, если правильно, да. Какое-то там пальто, плащ, там, не знаю, там, штаны, ботинки, как бы. Надо повыгребать это все, поотдавать кому-то. Эй, там, где-нибудь голые, раздетые есть, слушайте, идите сюда, у меня тут два плаща завалялись. Надо одеть кого-то, слушайте, надо кого-то одеть. Надо кого-то накормить, надо кого-то утешить, надо кому-то помочь, надо кому-то купить лекарства. Надо, вот у нас, например, во всех поименованных точках, этих болевых точках человечества, потому что больные – это больницы, в темнице – это тюрьмы, бездомные – это вот эти бомжатни наши все, значит, это вся, так сказать, вот эта неприглядная картина капитализма, бездомные люди, значит, синие от мороза и водки. Потом всякие голодные, там, значит, там тоже, там, раздетые, там и так далее, это вот эта бедность, эта вопиющая. Эти люди везде есть. Так вот, у нас во всех этих точках, например, есть священники, например, у нас во всей, в каждой тюрьме есть священник, что нет таких тюрем, в которые бы не приходил священник. Таких тюрем больше в России нет. Но их до сих пор очень много, этих тюрем, очень много, и должно быть меньше. Нужно декриминализировать как-то потихонечку жизнь, потому что у нас в тюрьмах сидит огромное количество людей. Кстати, недавно президент там подписал два указа, или там вышел с инициативой двух законов, не знаю, как это будет там заходить уже в законодательное поле, о том, чтобы всех бомжей переписать. Чтобы платить им минимальные деньги. Чтобы эти люди могли знать, что у них, ну, на крайний случай, например, какие-нибудь там 2000 рублей, там у них будет, или 3000 рублей, ну, на что-то там, ну, чтобы в баню сходить, в конце концов. Или там купить себе какие-то ботинки на секонд-хенде. Это хорошая идея, потому что бюджет не обеднеет, а человеку нужно дать. Да, это как бы некая такая евангелизация государства. И потом еще у него была такая инициатива такая, опять-таки, следить за тем, как живут люди, освободившиеся из тюремного заключения, с тем, чтобы помочь им социализироваться, потому что более 50% вышедших из тюрьмы обратно в тюрьму возвращается. Они не могут найти себя здесь на воле, там, работы нет, жить негде, как бы, дана некая такая задача подумать, как на уровне местных администраций, там, районов, губерний, как помочь им найти себя, чтобы они обратно в зону не вернулись. То есть государство начинает в лице президента думать о бомжах и о зэках. Наше государство, отягченное опытом, там, репрессий, там, всяких, там, этих, гулагов, там, это, того, сего, у нас большая травма, на самом деле, историческая есть. Но государство начинает думать как раз в русле, в русле Евангелия. Потому что об этом, как раз, на страшном суде об этом говорится. Я был в тюрьме, ты мне не помог, ты не пришел ко мне, там, допустим, есть же люди, которые вышли, говорят, я стойлер, я слесарь, там, я то, я сюда. Да мне негде жить и негде работать, как бы. Там друзья позвали, опять бах, бах, там, пришли, там, режим нарушил, там, как бы, два года, иди, опять отдыхай. Это все очень легко. В тюрьму очень легко первый раз попасть, второй раз уже намного легче. И вот, значит, думать, государство, как бы, опять в русле, в русле Евангелия. В русле этих, значит, последних глав Евангелия от Матфея. Это действительно очень важная вещь. У нас, в каждой больнице у нас есть церковь теперь. Не каждому больному Бог нужен, что для меня очень удивительно. Не каждому больному Бог нужен. Если ты из-за болезни к Богу не придешь, тогда тапки приплыли, тогда все уже. Я понимаю, когда ты молодой, здоровый, красивый, тебе Бог не нужен. Это я понимаю. Ты пока еще не дорос до этого. Но когда тебя всего скрючит, как бы, и смерть тебе дохнет в нос своим гнилым дыханием, и если тебе в это время Бог не нужен, ты уже труп. Для меня очень удивительно, что людям Бог не нужен даже в больницах. Хотя в каждой большой больнице есть церковная, или храм прям построен, или есть домовая церковь. Причаститься по собору можно в любой больнице большой. Сейчас уже так. Уже все сделано. Я помню, однажды я пришел к одному товарищу, священнику. У него церковь была в родильном доме. Церковь была домовая, и церковь отдельно стоящая. Храм прям такой. Я думал, что там этих беременных бабанек, которые охают, по стенке ползают, ожидают, когда воды отойдут. Я думал, что их там полно. Потому что это же такая трепетная, страшная вещь. Рожать ребенок, живой, неживой, как там, что там. Это же такая мистика вообще. Ходит человек, а у него внутри еще один человек. Это же фантастика какая-то. Кому еще и молиться, как небеременной женщине? Кому еще молиться? Только Юрию Гагарину, когда в космос летишь, больше ничего, самое фантастическое состояние. Нет, пустой храм. Я говорю, а где бабы, где роженицы, где беременные, где они все? Да нет, они туда все, одна, две приходят, так иногда, иногда. А их там в этом десятиэтажном здании, с двумя-тремя крыльями, их там может быть со всей страны, где-то может быть там две-три тысячи. Да не нужен никому, ну не нужен Бог человек, он не нужен. Но если тебе он в беде не нужен или в сложностях не нужен, ты, брат мой, уже труп, похоже. Как тебя еще встармошить, встряхнуть? А вот у нас это все есть. У нас есть люди, которые кормят голодных, одевают раздетых, там возятся с теми бедными бомжами, которые когда-то же были, когда ребенок родился маленький, там в школу бегал, там никто же не думал, что он бомжом станет. Он же был какой-то нормальный мальчик или нормальная девочка, потом прошло там какие-нибудь 50 лет, смотришь, а он как бы весь синий, ему на вид 95. Что случилось? А поди знай, поди разберись. Это не в наших силах. Но есть люди, которые в тюрьме есть и в больницах есть, а вот мы-то в больницах, может быть, и не чаще, не часто бывали. Или мы там, скажем, в тюрьме никому не помогли. А всем сказано, кстати, то есть нам дал Господь ключик от того, чтобы в ад не попасть. Нам нужно быть, как пишет апостол Павел к Титу в послании, три или четыре раза повторяет, надо быть ревнителями добрых дел. Можете представить, что в километрах каких-нибудь 50-40, вот от нашего, да даже меньше, от нашей точки, локации, есть люди, какая-нибудь старушка или дед с бабкой вдвоем, или какой-нибудь старший мужчина, какой-то уже пожилой возраст, которым нужно на зиму машину дров, условно говоря, которые стоят, я опять-таки могу в цифрах ошибиться, каких-нибудь 5-6 тысяч рублей, и у него их нет. Газа там нет, а, допустим, 5-6 тысяч для него это астрономические деньги, и он там чем-то топит, не знаю чем, старыми газетами. И вот, если бы мы разули глаза, не нужно ехать там непременно сразу куда-нибудь в Африку, чтобы там голодных кормить. Надо сначала разобраться с тем, что вокруг нас происходит, потому что у нас есть и голодные, и раздетые, и несчастные, и люди, которым рецепт выписали, как бы, а денег нет, чтобы купить все то, что в рецепте написано. Или платежка пришла, как бы, и надо за нее оплатить, там, коммуналку, например, но после того, как ты ее заплатишь, от пенсии не останется ничего, только на кефир и хлеб. Раз в два дня. Ну, это наша жизнь такая. Не знаю, когда она будет другая, кто его знает. Может быть, так и надо, не знаю, трудно сказать. Но Господь хочет, чтобы мы этим тоже занимались. Как кто-то спросил, говорит, а почему в мире так много вот нуждающихся, там, несчастных, таких-сяких, что уж как бы Бог не помогает. А кто-то другой ему ответил, а у Бога нету рук, кроме ваших. Бог согласен помочь, но твоими руками. То есть, твои руки, в данном случае, это те руки, через которые Господь хочет, чтобы вот этому человеку дали то-то и то-то. Не чепуху какую-нибудь, там, не коробку конфет на Новый год. Без этого можно обойтись, без этих подарков. Даже на них даже тратиться не стоит. Там, куда, букет, например, цветов, там, человек ударит, там, сколько он стоит, там, допустим, там, 7 тысяч, там. Слушайте, у вас совесть есть, как бы, значит, эти 7 тысяч кому-то очень сильно бы пригодились. И цветы бедные завянут, как бы, и в мусорник улетят через два дня. Надо тратить деньги с умом. Есть реальные люди, которым реально надо то, что тебе, как бы, не надо. Ну, или там, как бы, не жалко отдать. И, как бы, нам об этом будет прочитано и сказано для того, чтобы мы заранее об этом знали. Что Иисус Христос, благословенный вовеки, Сын Божий, позовет к себе одних и выгонит от себя других. Скажет, идите, благословенные, и скажет, отойдите, проклятые. И все. Это же вообще, на самом деле, самое страшное, что потом-то все. А можно я, там, как-то покаюсь? Там уже будет поздно. А переменится у него отношение ко мне через, там, какое-то время? Нет, там написано, идут сии в муку вечную. Прямо так и написано, в муку вечную. Это очень страшно. Даже полчаса мучиться не хочется. А что такое вечная мука, это вообще трудно понять. Так что, друзья мои, вот этими запастись нужно, этими мыслями, которые мы говорили. Мы, тари фарисеи, не думай про себя высоко, не осуждай людей. Не думай, что кто-то хуже тебя. Все мы люди. Смиряйся. Имей смиренный помысел. Потом, блудный сын, как бы, иди к отцу. Возвращайся. Что-то тебя ждут. Тебя любят и ждут. Ты нужен. Ты Богу нужен. А если ты давно с Богом живешь, и никуда от него не уходил, то приходу каждого нового человека радуйся. Если приходит новый человек, надо радоваться. Допустим, представьте себе, на приходе, условно говоря, я на приходе служу, у меня, скажем, 115 прихожан. И я всех знаю по именам, всех знаю друг друга тоже. И каждый новый человек, как бы, он заметен, потому что все всех знают. Так вот, если приходит новый человек, вы все должны радоваться. Все. То есть я должен радоваться. О, кто-то новый пришел. Как вас зовут, откуда вы пришли, как вы к нам попали, как вас зовут, где вы работаете, там, кто вас, там, крещен, не крещен, там, значит, женат, не женат, венчан, не венчан, там, что, там, с чем пришли, там, с радостью, с печалью. Мне должно быть это интересно. И людям должно быть, о, кто-то новый пришел, слава Богу. Ну, на службе мы не разговариваем, все. Новый, новый, хорошо, все. А после службы, здрасте, здрасте, а что, а что? Вместо этого бывает по-другому. Чего пришел, слушай? Это мое место, я здесь уже пять лет стою. Подвинься. Чего ты пришла там? Платок что-то не можешь себе купить. Тоже мне курица. Иди, покрой голову. Ходит тут, понимаешь, намазались, понимаешь, пришли. И такого всякого. Это чисто, как бы, вот, отношение старшего сына. Надо радоваться каждому новому человеку. О, человек пришел. Новый человек пришел, прекрасно. Был такой старец оптинский в Арсенофии Плеханков, который был в мирской жизни полковник царской армии. А Бог его вел так на монашество еще задолго-долго. Он такой был интересный человек. И он монахом стал уже, когда уже был взрослый, ну, полковник, уже целый полковник царской армии. А еще, когда был маленький, там, какой-то старец сказал про него, этот мальчишка будет из ада души таскать. То есть, как-то было, как-то Бога в планах было его завести там на самое такое святое дело. И он, короче, когда решился пойти в монахи, ну, представьте себе, здоровый, красивый, молодой, ну, как молодой, там, мужчина лет сорока, там, сорока пяти, весь такой в орденах и медалях, в мундире красивом царской армии, полковник. Приезжает в Оптину пустынь, а там был такой старец Амросий, и там какая-то блаженная еще какая-то сидела возле него. Говорит, о, говорит, Павел Иванович пришел, здрасте, мы ждем вас. То есть, они как бы, они, как-то Господь им открывал, кто придет, кто здесь должен быть, кого мы ждем, они говорят, мы ждем вас давно, ждем, заходите. Вот так мы должны, как бы, это приходит человек, говорит, о, здрасте. Говорит, брат твой погибал и ожил, пропадал и нашелся. То есть, надо с любовью, а представьте себе, например, это тут интересно. Я однажды в Екатеринбурге, был там по приглашению митрополита на службе, и там у митрополита ипподьякон там один такой, он один из священных таких людей, которые помогают, ходят за еписком, там всякие там разные, свечи, там всякие, там много всякого. И там такой, значит, чернокожий юноша, лет 20-25, может, такой, ну, негра настоящий, короче, такой в стихаре, такой с орарем, такой там за митрополита ходит, такой черный, как этот телефон. Мне так радостно стало, честно говоря, ну, классно. Представляете себе, что у вас полцеркви будет негром, вам будет радостно или нет? Чуть не бы приходили, что с собой может происходить. Пусть там своему Вуду молятся, у себя в Африке. Нельзя. Вот я же про китайцев сказал, ну, представьте себе, что у вас приходишь в храм помолиться, а там два русских и 45 китайцев. Вдруг китайцы все уверуют? Да это же будет стыд нам всем, бессовестным русским людям. У нас была церковь под носом, они ходили в нее всю жизнь. У нас были книжки духовные, мы их не читали вообще. А вот подумайте, вдруг эти китайцы, миллиард с половиной, уверуют? Да всем будет мало места от них. Мы скажем, что это люди приходили, что это так много? А вот Бог позвал, как бы вы не хотели, а святое место пусто же не бывает. Их Бог позвал теперь. Надо будет радоваться. Ну, о, китайцы, классно. Короче, задачка не из простых на самом деле, потому что старший брат не зря обиделся. У него были тоже какие-то свои основания. Но нам нужно из этого извлечь урок. Нужно радоваться людям, которые приходят в храм Божий, кем бы они ни были. Это все люди Божьи. Бог позвал, они пришли. Ну и, наконец, третья, самая последняя, она самая свежая в голове. Это страшный суд. Не надо ничего плохого делать, чтобы прогневать Бога Всеблагого. Надо служить Христу. И нужно находить возможность вот эту службу Божию приносить через дела, через простейшие дела милосердия. Конечно, есть еще другие хорошие дела, повторяю. Есть вот там, ну, какой-то пример привел, адвокат спасает человека от тюрьмы и долговой ямы. Это святейшее дело. Какой-нибудь там пожарник на пожаре вытащил из горящего дома каких-нибудь двух спящих детей. Так это, слушайте, это все, ему можно больше ничего не делать. Ну, образно говоря. Ну, ясно, что его жизнь продолжится, работа продолжится, он еще ни одного спасет. Но это дела космической важности. Это архиважно. Человек спас другого человека. Вытащил его, там, скажем, из воды тонущего, там, или там что-то сделал, там, там, все необходимое, там, до прихода скорой, не дал человеку померить. Это архиважно. Но это исключительные случаи, мы их не можем планировать. А вот накормить, одеть, деньги переслать, прийти, проведать, там, значит, помочь, узнать, чего, как, что, значит, это все мы можем планировать. Потому что никогда в мире не исчезнут ни больные, ни страдающие, никуда они не денутся. Наука никогда не даст нам счастья. Земля никогда не превратится в рай. Это ложь. Как мы уже сегодня с вами сказали. Идея непрестанного прогресса – это аморальная ложь. Все люди одинаковые. В этом смысле прогресса нет. Счастья на Земле абсолютного, твердого, незыблемого не будет. Это как пить дать. Как дважды два. Наука нам ничего хорошего не даст. Что могла, то уже дала. Но вместе с хорошим надавала нам еще всякого. Всякого надавала. Ну, там, скажем, там, с дешевой атомной энергией, как бы, нам получилось, дала еще Чернобыль в придачу. А что еще даст, еще неизвестно. И последние события нам об этом тоже ясно говорят. Что мы такие умные, как бы, с этим вирусом уже четвертый год понахаемся, никак не можем разобраться. Потому что все очень такое сложное в человеческом роде. И если счастье ждать, то не от науки точно. Если бы наука давала счастье, все ученые были бы счастливые люди. Посмотрите на их лица. Возьмите доску почета в Академии наук. Гляньте на эти лица. Вы хотите быть на них похожи? Я не думаю. Мне когда-то дали учебник по психиатрии. И я помню, значит, там иллюстративный материал, есть там фотографии, иллюстрирующие, например, там глубокую депрессию, например, там апатию, там какую-то там агрессию, там усталость от жизни. Ну, такие, ну, там как бы, ну, там я, в общем, я себя вижу там, и все мои соседи, как бы, все, кого я вижу вокруг себя. Вот эти вот, рот туда, вот эти складки нижние прям такие проброжают, я вечно недовольным. Эти вот здесь, вот все вот такое, это все мускулистые лица, такие, эти, короче, там все видно, как бы, ну, просто вот учебник психиатрии. То есть, вот в автобус зайди, в час пик, как бы, это учебник психиатрии, как бы, или в метро. И потом мне буквально в какие-то пару дней, вот, в интервале дали такой набор, такой, знаете, такой какой-то фотографий. Раньше было такое, фотографий было больше, не у каждого же в руках был фотоаппарат. Такие, знаете, такие наборы фотографий, там, видовых фотографий, там, знаете, есть такие, там, допустим, там, красивые места Суздаля, там, или там, природа Вологодского края. А мне дали такой набор фотографий, такой, старые монахи Афона. И там такие деды, такие монахи, такие, значит, 75-80-летние, такие, беззубые, там, куда один зуб торчит, такой, в таких каких-то скуфейках, камелавках, такие. Морщинистые, седые, косматые, потешные, какие-то в старых подрясниках, и у всех рот до ушей, все веселые, как маленькие дети, значит, на новогоднем празднике. Рот беззубые, во рту два зуба, как бы. Веселый, значит, один, смотри, второй, тоже веселый, третий, глазки лучатся, это старики, поймите, это старики, которые состарились в монашестве, которые на массаж не ходят, как бы, в боулинг не ходят, как бы, которые в кино не ходили, которые сладкого не ели, которые, так сказать, девушку не целовали, которые работали и молились, молились и работали, что они веселые, возникает вопрос, что такого веселого у них в жизни происходит. А у них такие лица, как будто лампочка Ильича, такие веселые, и смотришь, наши современники, у них такие рожи, как будто они или сейчас в тюрьму сядут, или только что, из тюрьмы вышли. Ни радости, ничего в глазах нет, какие-то оловянные глаза. Это печально, мне тогда это было очень открыто таким большим откровением. Потому что святость рождает радость. Чистая совесть – это самый великий источник радости. Человеку все хорошо на свете, когда у него совесть чиста. Тогда ему и птица поет, ему нравится, такой ветер подул, зашумел ветками, ему нравится, дождик покропил, ему нравится все. У него на обед помидор и щепотка соли, он его ездит, помидоры веселится, ему нравится. А больше он в этот день есть, ничего не будет. А ему и не надо, ему так нравится. А вот все не так, где нет веры. Потухшие, прокисшие, что бы это ему не дало, ему все равно плохо. Потому что у него внутри плохо. Как говорил великий Пушкин, да жалок тот, в ком совесть нечиста. Простые слова, но очень правдивые. Жалок тот, в ком совесть нечиста. Мытари фарисей, блудный сын, страшный суд и Великий пост. А потом Пасха. Пасха. Все очень быстро уже будет. Знаете, как цыган с русским сели в тюрьму, и цыган русского спрашивает, тебе сколько сидеть? Мне год. Он говорит, а мне пять. Русский говорит, а тебе долго? Нет, это тебе долго. Тебе январь, февраль, март, апрель, май, июнь. А мне зима-лета, год долой, четыре Пасхи домой. Человек легкий, легко к жизни относится. Все быстро у него. Зима-лета, год долой. Четыре Пасхи и домой. А у тебя это ждать в январь, февраль. Вот так мы и живем. Как вы будете проститься ваше дело? Но Евангелие читать надо обязательно. Любить людей надо. Добрыми делами запасаться. Да, еще не забыл, чтобы не забыл. Когда вы сделаете что-нибудь хорошее, потому что я уверен, что, по крайней мере, у пяти, семи, двадцати, двадцати пяти людей здесь присутствующих появится горячее желание избежать ада и сделать что-нибудь доброе. Я даже в этом просто не сомневаюсь. Так здраво рассудивши, что я в ад не хочу. И мне сказали, что сделать. Поэтому кто-то из вас захочет кого-то одеть, кого-то накормить, кому-то помочь, кого-то пожалеть. То, пожалуйста, обезопасьте свои добрые дела. Обезопасьте свои добрые дела, никому не говоря о них. Потому что, если вы, например, что сделаете, потом на работу сказал, придете, и подружки скажут, там, Валя, я сегодня в больнице била. Вот нам, как нам рассказывали, там, в законе Божьем, батюшка говорил, надо в больницу ходить. Я сегодня в больницу ходила. Слушай, надо ходить все-таки в больницу. Да, я вот ходила, слава Богу. Такое, все, все, братья и сестры, значит, пропали, пропала моя сина. Значит, добрые дела имеют свойство обесцениваться по мере рассказывания о них. Поэтому, если уж что-то скрывать, так скрывать надо добрые дела. Это тоже откровение. Откровение то, что не за грехи можно в ад попасть, а за отсутствие добра. Это уже достаточное основание. А второе откровение, что не только стыдные дела свои надо скрывать. Это понятно. Скрывать надо еще больше свои добрые дела. Если вы будете делать что-нибудь доброе, и болтать об этом, ноль на выходе получите. Вас похвалят, и эта похвала вам зачтется в награду. Если ты сделал что-то доброе, тебя похвалили, все, зачет произошел. Ты сделал, похвалу получил, порадовался, погладил себя. О, классно. Гриша хороший мальчик. Все. Больше Бог тебя награждать не будет. Ты уже получил свою награду. Поэтому, чтобы награда имела небесное воздаяние, нужно иметь веру и закрытый рот на замок. Никому о добрых делах не говорить. Это очень важно. Потому что захочется сделать что-нибудь доброе, делайте. Но не трезвоньте об этом. Потому что это погибель до добрых дел. Вот еще какая. Сколько мы сегодня тайн с вами накопали? Просто взяли, накопали кучу тайн. Вот сколько нам событий чудных готовит просвещение Духа. Все. На этой веселой ноте мы с вами надеемся, ада избежим, все сделаем правильно. И да хранит вас Господь. Аминь.